Еще одна жертва польского режима, труп беженки, обнаружен вблизи пограничного забора на белорусско-польской границе. Погибшей оказалась гражданка Сирии. С момента смерти рядом с девушкой находился ее отец. Иностранец пояснил, что вместе с дочерью они были задержаны польскими силовиками. К тому времени девушка уже была в критическом состоянии. По словам отца, почти не дышала. Мужчина просил военных оказать помощь, но те отправили беженцев умирать. Несмотря на критическое состояние женщины, польские силовики забрали их теплые вещи, еду и вывезли на границу. Затем ему буквально приказали загрузить на плечи тело дочери, находившейся при смерти, и вытеснили через калитку для животных в заграждении. С начала года это уже седьмая смерть на границе с Польшей. Известно также о многочисленных фактах избиения беженцев польскими пограничниками. Итальянцам нужно готовиться к новому росту цен на газ. Счета уже в следующем месяце могут увеличиться на 20%. С таким предупреждением выступил глава аналитической компании «Намизмаэнергия» Давид Табарелли. По его словам, стоимость кубометра газа уже в этом месяце составила полтора евро. Напомню, Италия входит в число стран с наиболее высокой инфляцией. Ранее показатель обновил 40-летний максимум. Так, потребительские цены в стране в среднем увеличились на 12%. Экономика России оказалась устойчивее к санкциям, чем ожидали на Западе. Об этом говорится в материале немецкой газеты Die Welt. Как отмечает автор статьи, нынешняя обстановка в Москве никак не намекает на экономический кризис. Например, рестораны российской столицы перед праздниками почти полностью забронированы. А европейцы едва ли смогут позволить себе новогодний ужин вне дома. Так, поляки, согласно проведенному соцопросу, планируют приготовить менее традиционных 12 блюд к новогоднему столу. Швеция готовится к серьезному росту цен на нефть. В Стокгольме считают, что подорожание будет вызвано решением России не поставлять черное золото в страны, установившие потолок цен на него. Местные эксперты уверены, что изменить ситуацию не получится, людям придется просто привыкнуть к новым ценам. Напомню, ограничения, введенные Западом, вступили в силу 5 декабря. Евросоюз перестал принимать российскую нефть, поставляемую морским путем. Помимо этого, G7 Австралия и ЕС ввели потолок цен на уровне 60 долларов за баррель. Американские метеорологи прогнозируют улучшение погодных условий. Правда, до полного возвращения Штатов к нормальной жизни еще далеко. Экстренные службы продолжают усиленный вариант работы. К ликвидации последствий снежной бури привлекли полицию. Правоохранители убирают заброшенные автомобили с дорог, расчищают проезд для пожарных машин и доставляют продовольствие в пострадавшие районы. Не прекращаются спасательные операции. Так в Юте удалось вернуть домой четвероногого скалолаза. Собака застряла на горном утесе и не смогла найти обратную дорогу самостоятельно. К ситуации на границе. Обстановка перед пунктами пропуска остается напряженной. Скопление грузовиков по-прежнему фиксируется на всех маршрутах следования в страны Евросоюза. Самое загруженное направление Литовское. За сутки контрольные службы сопредельного государства пропустили меньше половины большегрузов от нормы. Через польские и латвийские пункты пропуска в ЕС въехали 39,57% фур от ранее достигнутых договоренностей. Больше всего автомобилей сейчас стоят перед литовским Медененкаем. При этом наименьший показатель выполнения нормы по оформлению грузового транспорта по-прежнему остается у сотрудников польского пункта пропуска Бобровники. Время, проведенное в ожидании на границе, водители потом стараются компенсировать в пути. Нередко рискуя своими жизнями, этой ночью на трассе М1 в ДТП погиб водитель фуры. Предварительно он уснул за рулем. Встретить Новый год без последствий. Генеральная прокуратура просит взрослых усилить контроль за досугом детей во время праздников, особенно при использовании пиротехнических изделий. Салюты и фейерверки, забава небезопасная. Пиротехника в руках ребенка – реальная угроза причинения вреда здоровью. И несоблюдение требований безопасности может обернуться серьезными травмами. Продавать пиротехнику несовершеннолетним в возрасте до 16 лет в нашей стране запрещено. Если ребенка задержат за ее использование, к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей могут привлечь родителей. При этом за использование пиротехники с нарушением общественного порядка и спокойствия граждан, что может быть квалифицировано как мелкое хулиганство, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 30 базовых величин, а это 960 рублей, общественных работ или административного ареста. Отмечу, за такие действия наступает ответственность с 14 лет. Благотворительный марафон «Наши дети» продолжает объединять маленьких белорусов, расширяя свою географию. Благодаря трогательной новогодней традиции, вниманием и заботой окружены ребята, которые особенно в этом нуждаются. В настоящую сказку окунулись и воспитанники Борисовского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Поздравить ребят с Новым годом и Рождеством приехали депутаты Палаты представителей. Воспитанники центра получили сладкие подарки, а учреждению передан денежный сертификат на укрепление материально-технической базы. Здесь, в Борисовском центре коррекционно-развивающего обучения, я уже не первый раз. И всегда вижу, что наши детки с большой заботой окружены воспитателями, педагогами. Они получают здесь образование, они здесь социализируются. Лилия Станиславовна Ананечка – это наш добрый друг и помощник. Во многих наших делах мы хотим выразить ей благодарность. Сегодня она принесла с собой сладкие подарки и сертификат, на который мы, конечно, укрепим нашу материально-техническую базу. Приобретем для ребят действительно что-то необходимое, полезное, что позволит создать необходимые условия для их обучения в нашем центре. По-настоящему волшебный праздник в рамках акции «Наши дети» организовали и столичные милиционеры. Правоохранители отправились в гости к воспитанникам социально-педагогического центра Московского района. В центре проживают и обучаются 20 ребят, которые по разным причинам остались без любви и заботы близких людей. Уже 7 лет ГУВД Мингурусполкома шефствует над этим учреждением, оказывая различную поддержку. И, конечно, такая дружба очень важна для воспитанников. На этот раз для ребят подготовили мюзикл с необычным названием «Новогодний переполох». Море эмоций вызвало появление главных зимних персонажей. Испортить праздник не удалось даже Бабе Еге. Конечно, никто не остался без желанных подарков. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. И хочу, чтобы все те желания, которые вы уже загадали, исполнил и Дед Мороз, и все желания вообще сбылись. Благотворительное мероприятие охватили всю Беларусь. Представители общественных организаций, различных ведомств и предприятий посещают детские дома, больницы, многодетные семьи, чтобы в это предновогоднее время у каждого ребенка появилась дополнительная вера в чудо. Всех зубров пересчитают. Традиционную зимнюю перепись начали в Беловежской пуще. Занятие это непростое. В работу вовлечены зуброведы, тереологи, егеря и научные сотрудники. Современные методики позволяют вести учет зверей не только с помощью биноклей и фотоаппарата, но и с воздуха. Главный помощник в этом квадрокоптер снимает на разной высоте в движении на сложной местности. На открытых пространствах снимки получаются настолько качественными, что позволяют не только пересчитать, но и определить зверей по полу и возрасту. В последние годы в пуще отмечается постоянное увеличение поголовья. За пять лет оно выросло почти на треть. В прошлом году насчитали 703 зубра. Субтитры создавал DimaTorzok